Ну, представьте, Дух Святой шепчет Анжеле, там, Блаженжеле, «Дочь моя, возлюбленная, я люблю тебя! Я любил и апостола пророка, но никого так не любил, как тебя любил!» Она входит в Бог Христов, она пьёт кровь. Кровь – это издание её, на русском языке же издание, причём переводили это не какие-то фальсификаторы, это переводили люди, которые положительно относились. Возьмите других святых. Ну, вот последняя сейчас, Тереза, маленькая, так называемая, «Младенца Иисуса». Она что там пишет? Вы посмотрите, какие вещи! Её называют «Младенцей Иисуса». То есть она всё время вот эти скульптурки маленькие, украшает цветами, водилась. Она скончала в 23-летнем возрасте. И, что называется, играла в куколку Христа. Но посмотрите, что у неё, что только она пишет. А какие? Роман! Вы понимаете, роман настоящий! Во-первых, она пишет, что я пришла в монастырь, чтобы стать великой святой. Но я, правда, ошиблась. Я думал, что я буду великий святой вот в каком-то обычном смысле. Да. Но я действительно стану великой святой. Я буду любовью в сердце Матери моей Церкви. Вы слышите, она будет любовью. Не Христос, не Богоматерь уже. Или пишет свою встречу со Христом. Мы взглянули друг на друга, и мы всё поняли без слов. И утонула маленькая Тереза во Христе, как капля в океане. Вот только надо им просто дать почитать. Это повесть моей души. Надо же посмотреть. Или Тереза Великая, которой Христос является и говорит, да ныне я был Бог твой. Отныне я не только Бог твой, но и супруг твой. Вы слышите, какие вещи? У нас, пожалуйста, есть песнопение «Жених мой». Слушайте, я думаю, все понимают разницу между женихом и супругом. По-моему, объяснять не нужно. Что вы? Что там происходит? А Игнатия Лайола – это основатель ордена иезуитов, книга которого «Духовные упражнения» во всех монастырях находится, католизм, во всех монастырях. Вот слышите, что там, что такое духовное упражнение, в чём состоят? В развитии способности воображения. И это, оказывается, духовное – развитие воображения. Вы только почитайте, просто диудаёшься. До какой деградации можно дойти? Представьте себе, и начинает описывать. Ну, например, сидит молодая девушка, читает Священное Писание, и вдруг является ангелом. Представьте себе, как она испугалась, как она изменилась в лице. Представьте себе, как вот он ей говорит, как она отвечает. Представьте себе, как она идёт потом по холмам, горам, идолам к Елизавете. Представьте себе, эти пейзажи. Вот непрерывное развитие воображения. То, что категорически запрещено всем светоотеческим наследием первого тысячелетия. Вы слышите? Почему запрещено? А потому что человек начинает себе целые фильмы в голове прокручивать. И называет это духовными, вы подумайте, упражнениями. Даже нет мысли о том, что духовные упражнения в чём состоят? В понуждении себя к молитве о своих грехах, рассматривании своей души и очищении с помощью покаяния. Понимаете, в чём дело? Всё извращено! Ну, что вы, рыцарь Игнатий Лайола! Вот, понимаете, вот такие примеры – это вам, если вы хотите, чтобы человек что-то понял с католицизмом, взять эти примеры, взять и показать, и скажи, как ты считаешь, ты хочешь быть в такой религии, да? Тебе нравятся романы со Христом? Ну, голубчик, тогда уж, тогда уж, тогда не спорю. Ну, пожалуйста. Это то, что касается католицизма. Я уж не говорю о другой стороне, о папизме, когда Христос сказал – моё царство не от мира сего, а наместник Христа является кем? Главой государства. От мира сего. Это наместник Христа, определение которого сами по себе о несогласии церкви – вы слышите подчёркнуто – о несогласии церкви – являются истинными, когда он говорит с кафедрой, как верховный пастор и учитель. Человек выше церкви – это что такое? Это откуда? Что сказал Христос Петру, когда тот начал ему, Господи, не будет с тобой? Отойди от меня, сатана! Вот как! Здесь нет! Ну, что вы! Это что такое? Это в отношении католицизма. В отношении протестантизма, я вам скажу, я не знаю, это нужно или нет, так там вообще вещи, вообще совсем, ну, просто скажу только, чтобы вы знали, это очень важно. Верующему человеку, вы слышите, это чёрным по белому написано, верующему человеку во Христа прощаются грехи, прошлые, настоящие и будущие. Ура! Ура! Наконец решена эта тяжелейшая проблема. Проблема чего? Всё время совесть подсказывает, ты не так делаешь. Да, и как же такое, говорит? А очень просто. Как прощается? Что значит прощается? Оказывается, вот каким образом. Да, мы остаёмся грешными, но чужая праведность – это они так называют праведность Христа. я цитирую вам эти термины. Я цитирую вам эти термины. Но чужая праведность закрывает от Бога наши грехи, и мы становимся невиновными перед Богом. Вы слышите? Вы слышите? Если вас интересует кого-то, то я бы очень посоветовал книгу, которая наверняка продаётся. Это патриарха Сергея Строгородского «Православное учение о спасении». Там он приводит массовое сказывание святых отцов и разбирает это. Подумайте только! Поэтому, если кто хочет, чтобы вы прощались не только прошлые, но и настоящие, будущие грехи, переходите быстрее, пока не поздно, из православия туда. Продолжение следует... Продолжение следует...